Среди людей с инвалидностью немало известных актёров, музыкантов, художников, представителей разных профессий. Но всё же большинство – это люди, вынужденные жить на пенсию или невысокую зарплату и ежедневно преодолевать трудности. А их немало, говорят организаторы форума. Недоступность архитектурная именно. Это везде сталкиваешься, от поликлиник до аптек. Магазин, процентов, наверное, 80 заведений у нас являются недоступными, к сожалению. Также общественный транспорт. Есть низкополы, но он ходит нерегулярно. Бывает так, что надо ждать около часа. Ещё одна важная проблема, которая касается людей с инвалидностью – это трудоустройство. Достаточно часто под абсолютно разными предлогами их не берут на работу, ограничивают в правах. Мне как бы повезло, я переводчик китайского языка, я могу работать удаленно. И вообще очень многие люди с инвалидностью работают на данный момент удаленно, так как многие офисы являются недоступными. Доступность – достойные условия. Основная цель программы равенства, которая уже много лет реализуется в Одессе. Очень важно и отношение к инвалидам общества в целом и каждого человека в отдельности. Наш форум не только про людей с инвалидностью, это форум про каждого из нас. Потому что каждый из нас может в любую время потерять здоровье, отрабатывать травму и стать человеком с инвалидностью, и чувствовать на себе все то, что чувствуют рядом, бороться с нами люди. Когда манипулируют люди с инвалидностью и тем самым позорят всех людей с инвалидностью, вот из-за этого портится какое-то отношение. А так социум нормально, но все равно мы работаем над этим. Мы хотим показать, что мы люди с специальными потребностями, а не что мы какие-то там сжалости к нам, там нужно подавать. Нам просто нужна чуть-чуть помощи, а мы так справимся сами. В европейских странах люди с инвалидностью, в частности колясочники, могут без посторонней помощи посещать театры и музеи, передвигаться по улицам и в общественном транспорте. Там для них созданы все условия. Украине до этого пока очень далеко, но проведение такого форума – очередной шаг навстречу тем, кто ограничен в физических возможностях.